МОЙ ДАГЕСТАН МОЙ ДАГЕСТАН МОЙ ДАГЕСТАН Но давайте вернемся к назначению. Когда вам было предложено, вы сразу согласились или как? Для меня это вообще очень близко, потому что я сам историк. Я заканчивал педоуниверситет исторический факультет. Я защищал кандидатскую диссертацию по истории. Преподавал. Какое-то время после победы в конкурсе МОЙ ДАГЕСТАН, конкурсе управленцев, я работал в администрации главы правительства. Но само собой, что это моя стезя. Это мне очень близко. До того, как вы были назначены, вы бывали в историческом парке? Даже больше скажу. Я водил своих студентов регулярно. Мы делали таким образом. Прошли Рюриковичей, первокурсники. Я раздавал всем ребятам по отдельному периоду, по правителям, по разному. И мы шли закреплять материал в исторический парк. Мы приходили, и каждый студент рассказывал свою часть. По итогу, во-первых, вся группа повторила материал, все услышали. Каждый индивидуально подготовился. Ну, естественно, все получили оценки. Опять же, эмоции. Потому что подача интерактивная, очень интересная, очень близкая для молодежи. И это, ну, на самом деле, получалось хорошо. Мне нравилось. А сейчас вот такой опыт применяют какие-то другие преподаватели? Сейчас я хочу работать в этом направлении, чтобы вот мой опыт растиражировать. Мне хочется, чтобы больше преподавателей такое применяли. Есть преподаватели, преподаватели школ, преподаватели СУЗов. Но вузовских преподавателей, я вижу, не часто со своими студентами. Не знаю, с чем это связано. Но мы в этом направлении работаем. У нас есть соглашение с ПЕД-университетом, с ДГУ. Я думаю, что мы просто должны эту работу усилить, немножко подкорректировать. И она пойдет дальше. Даже вот за этот небольшой период времени, ну, вообще надо заметить, что исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале стал местом притяжения различных мероприятий, различной активности абсолютно разного направления. И вот за это время, пока, как вы являетесь руководителем, были проведены тоже разного рода мероприятия. Расскажите о них, что было интересного. Смотрите, учитывая, что мы не коммерческая организация, мы, в принципе, должны еще и зарабатывать какую-то часть. У нас часть мероприятий проходит платные, люди арендуют помещения. Но в любом случае, все мероприятия, которые у нас проходят, они не должны уходить далеко от нашей тематики, на мой взгляд. Поэтому в основном это образовательные. Вот у нас сегодня форум «Гериатрия», направление достаточно молодое, «Медики». Это тоже образовательный форум, в общем-то. Вот у нас регулярно проходят бизнес-форумы. Мне важно, чтобы молодежь приходила, важно, чтобы молодежь изучала свою историю, историю России по таким вот легко доступным материалам, как у нас. Потому что другого такого места, где так интересно можно изучать историю, не найти. Ну, а одно из наиболее таких, мне кажется, интересных мероприятий у вас было, когда вспоминали о Примакове, да, это юбилей на его дату, и у вас собралась довольно-таки, скажем, такая аудитория серьезная, да, расскажите об этом мероприятии. У нас собрались преподаватели, у нас собрались ученые, востоковеды, вспоминали Примакова, вспоминали его работу, его научные работы. И вот было обсуждение, круглый стол посвященный именно востоковедению. Мероприятие очень хорошее, прям, я бы сказал, что по уровню гостей можно было там легко защитить докторскую на этом мероприятии. Столько у нас было профессоров и докторов наук. Но, опять же, учитывая, что человек на самом деле большой вклад внес в развитие и науки, и политическую жизнь нашей страны. Сейчас вспоминают его как одного из выдающихся политиков современности. Абсолютно. Ну, хотелось бы поговорить о планах. Мы должны подметить, что истерический парк, на взгляд, со стороны, опять-таки, по той активности, которая наблюдалась, это не было тем местом, которое как-то заржавело, находилось, ездило на одном колесе как-то. Мы не можем здесь не вспоминать нашего коллегу, который, Азнаура Чингисхановича, который тоже активно вел работу до вас. Поэтому здесь, мне кажется, еще больше ответственность, потому что, когда ты приходишь, начинаешь работать где-то, ты хочешь привнести. А когда работает, значит, нужно на еще более лучшего уровня все это выводить и двигать дальше. То есть какие планы у исторического парка сейчас? Ну, вы знаете, я вам даже больше скажу, мне очень нравится, в каком русле развивается наш парк и в какой русло был направлен Азор Чингисхановичем. Поэтому я скажу, что мы будем эту работу усиливать. Мне это очень близко. Будем работу усиливать, будем ее также обогащать моим опытом преподавателя, работать с преподавательским сообществом, с академическим сообществом. Эта работа велась. Я не скажу, что я здесь что-то особенное, новое дело. Но вот то, что делалось, я хочу усилить в несколько раз. Я скажу, что на самом деле мне досталось хозяйство в хорошем виде. И тот вектор, который был намечен, это именно то, что на самом деле, на мой взгляд, надо делать. То, что надо усиливать и давать этому больше импульс. Я бы сказал, что наш исторический парк, в принципе, считается одним из лучших в Российской Федерации. Так что это, в принципе, хорошие новости. Обычно, когда руководитель приходит, то чаще всего говорит о том, что ему досталось не очень хорошее, завидное хозяйство. А тут вы один из первых руководителей, который говорит другое. К сожалению, единственное, что я могу отметить на сегодняшний день, немножко есть места, где можно докручивать. Но я думаю, что это всегда, когда кто-то приходит, видит что-то свежее, новое, где можно бы докрутить. Но мы это отработаем. Коллектив там хороший. О мероприятиях, которые ждут всех нас в историческом парке, уже запланировано к концу года. Есть ли что-то интересное? Как за этим наблюдать? Ну вот буквально скоро, 25-го числа, ко Дню Матери, много разных мероприятий запланировано. Там и мастер-классы, и конкурс на лучший стих маме. И даже там будут призы. Это будет интересно. Мы приглашаем всех, и детей, и взрослых, всех, у кого мамы есть, я думаю, что они есть у всех. Приходи, участвовать, со своими детьми приходить. Будет интересно, будет разнообразно, будет весело. Также, учитывая, что у нас следующий год, это год 75-летия Великой Отечественной войны, у нас много будет мероприятий проходить в следующем году по этой тематике. Есть много планов, но пока это только планы, мы над ними работаем. Ну, это все-таки дополнительные мероприятия. Мы как-то в течение беседы больше уже понимаем, что музей, как музей, он существует, функционирует. Мы говорили о тех дополнительных мероприятиях. Но все-таки возвращаясь к основной деятельности исторического парка, это площадки, на которых расположены мультимедийные комплексы. И через которые подается в таком интересном виде информация о нашей истории. Пользуются ли все еще популярностью ваши залы? И как много посещает вас разного рода жителей нашей республики? Ну, скажу так, что есть куда работать и развиваться. Сама площадка очень интересная. И мы сейчас будем работать над тем, чтобы уразнообразить подачу. Чтобы эта подача была легче, чтобы эта подача была ярче. И также, чтобы подача была не только в русле истории, как мы это привыкли учить в школе. Но историю можно подавать вообще очень по-разному. Вы под подачей подразумеваете именно то, как рассказывают там... То, как рассказывают экскурсоводы. Экскурсоводы, само собой. Само собой. Зал «Мой Дагестан» мы планируем обновить. Будут экспозиции, которые обновятся. Зал Рюриковича Романова, 20-21 век. Они обновляются практически постоянно в онлайн-режиме. Поэтому там изменения можно заметить, если регулярно ходить. Через некоторое время мы сможем увидеть обновленный зал «Мой Дагестан». И, возможно, более интересную подачу экскурсоводов. Но мы опять рекомендуем всем нашим жителям, всех городов и сел нашего региона посещать исторический парк. Потому что это место, где человек должен обязательно быть и получить, если еще не получил информацию о нашей истории. Даже если получил. Мне кажется, там просто кладезь исторической науки огромная просто. Там пройти, если детально читать, за день даже не пройдешь все это. За день один зал пройти непросто. Я бы сказал, что вообще у нас в Дагестане есть такое, что если человек не знает свой род до пятого колена, ну, нельзя считать этого человека воспитанным и образованным. Но можно продолжить это. Мы должны обязательно знать историю своего села, своего района, своего Дагестана. Ну, это минимум для человека, который даже живет здесь, не выезжая. А знать историю своей большой родины России и то, как все складывалось, я думаю, что это, ну, как минимум интересно. Поэтому мы опять рекомендуем увидеть все это своими глазами. А вас благодарим за то, что сегодня к нам пришли и желаем вам удачи. Спасибо. Это были подробности. Сегодня говорили с руководителями исторического парка «Россия. Моя история в Дагестане» Тимуром Велихановым. С вами был Тельман Раджапов. Даст Бог, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин